То есть в любом случае рэп это дерьмо, это бабки и девочки. Да, да, да. Как это можно все сочинить? Вот я не понимаю. Йо, what's up, ребятки? С вами Джонни Хэвер. Сегодня я показываю свою маму Лилдракхилл лотальную комнату с Рокетом и Марко Девять. Ее! Лилдракхилл и Марко Девять. Ты видел видосик, где мы с ними отжигаем на студии? Я видела. Видела же? Я видела. Ты еще, ты еще говорила? А, да, да, да. Это они. Я просто не запоминаю имена. А, ну да, вот эти, в студии, наш Манни Саунд, эфир. Ой, вон, он, лысенький. Это он, а вот Дракхилл сидит. Да, точно, 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 точно. Видела, видела. Вот, Йома, постепенно, перед тем, как продолжить, я хочу вам порекомендовать одного дизайнера, который делает очень качественно, быстрое оформление и обложечки. Если вы рэпер, которому не хватает какой-нибудь грамотной обложечки для вашего релиза или хита какого-нибудь, обязательно, ребятки, переходите по ссылочке в описании и в прикрепе комментариям. И связывайтесь с дизайнером, ребят. Помимо этого, все, кто сейчас смотрит это видео, может использовать скидочку 50%, ребятки, если вы скажете, что вы от Джонни Хауэра, Юфилми. Еще разочек скидочка 50% по промокоду Джон Хауэр, если вы хотите сделать себе грамотную обложечку Юфилми. Еще кое-что, ребятки, 8 числа, дроп худи, окей, все, погнали. Клипецкий мы сейчас зачекаем, посмотрим, и ты скажешь, как тебе вообще, хорошо? Мне нужно реагировать на клип, на что? На все, что хочешь. На песню, на все вообще, да, давай. То есть думай, что ты скажешь по поводу нового, по поводу новой музыки, мам, которая скоро перекроет ваших всех Газманов и все такое. Как же мы без Газманова? Перекроет Газманова, перекроет... Кто там еще поет флос? Кто еще может петь? Филипп, Филипп, кстати, нормальный, кроме шуток, он перевоплотился, я к Филиппу вообще ничего не имею, хейтер, Филипп красавчик. Я тебе подарю билет на Филиппа Киркова. Я, кстати, бы, я, кстати, исходил бы на Филиппа, почему нет? Все, договорились. Филипп Кирков, let's go. Окей, Lillard Hill, тайной комнаты, let's go. Фреско, больше, чем ты думал? Фреско, больше, чем ты думал, кстати. Это очень известная фраза. Фреско, это он тот чувак, он делает биты, музыку, сведения. И он сказал, что выше, значит, ну, лучше, чем мы думали, или как? Фреско выше, ну, я не знаю, это просто устоящееся выражение перед каждым и треком почти, где он... А, где они. Да, и это очень, короче, масштаб очень большой обрело, супер много шуток по поводу этого. Типа, вы думали, что что-то там, а фреско выше, чем вы думал. И в этом прикол. Короче, они говорили, я не знаю, ты смотрел этот момент? Это они уже снимали всю ночь. И, в общем, вот этот последний кадр. Да, это реально, что он... Этот швак спит. Да, 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 я смотрела. Я в то видео смотрела все полностью, так что я в теме, да. Они реально уже заколепались и играют в шахматы, действительно. И, короче, они все реально уставшие. Ну, подожди, припев-то вот уроки-то был достаточно понятный, по-моему. Нет, понимаешь, просто как тебе сказать-то, что я вот, я просто расслаблена, я вот ловлю картинку, а слух не воспринимает то, что они поют. Я не могу тебе даже отреагировать, давай мне, прочитай. Ну, рокит поет, мне нужен чек, она на мне, это цепь. Я иду наверх, сделал степ, будто растет дома зелень. Он идет наверх, сделал степ, сделал шаг, такой, типа, большой, как будто растет дома зелень, как будто он продает траву, которая растет у него дома, наверняка. И из-за этого он, типа, богатый стал. Но на самом деле не так, наверное. В карманах ДНР на всех, у него денег на всех в карманах есть, настолько много. Теперь мы никому не верим, я беру дерьмо, где же скейлс, где же весы? Всегда найду на это сил. Мне нужен чек? Да. А мне это цепь, опять же. Алил Драхил говорит, хочешь ко мне, но ты не готова, кури дерьмо у тебя по дому. Знаю, у меня такая работа. Смотри на ноги, дизайнерский облик. Много денег у него на ногах. Это рэп, мама. Все начинают понт. Хочется выучить эти слова. Нет, ну реально, ну как это можно все сочинить? Вот я не понимаю. Прикольно, да? Это что, сложно? Ну, ну просто, ну вот для меня это вообще не увязывается ничего никак. Короче, рэпчик новый, постоянный понт денежки. И суки хочет денег. То есть в любом случае рэп это дерьмо, это бабки и девочки. Да, да, да. Бриллианты. Бриллианты. На богатство, цепи. Короче, это рэп. Да. Не, ну есть иногда рэперы, которые поют за проблемы социальные. Нет, так вообще рэп-то начинался, что за социальные проблемы. Там про все, да, раньше было. Но при этом всегда был понтик. Всегда рэперы, это swag. Они же всегда, они же не из нищеты. Мы уже с тобой говорили. Да, конечно, не из нищеты. Нет? Нет, ну это у нас. Ну ладно. Есть ребята, которые не из нищеты. Но в Америке, например, очень многие, все районы просто все поют. И выходят прямо из худов, из гетто. И поют про то, как было жестко. Как мы по-чувакам толкали крэк, чтобы заработать. Вот. Да, вот. Ну ладно, давай. Давай. У нас рэперы это богатые... Нет. Нет? И такие-таки есть, то есть. Ладно, давай. Ходинский облик, твоя подруга надолг в сапог. Я делаю грязь, ничего не измениваю. Шмайк, сам, щер, щер. Пока рит, это спли, спли, спли. Нужен мотив, да? Бит, я и моя ки, ки, холл, сквад, лид, ки. Холл, сквад, лид. Весь сквад, сквад, это моя бандочка. Типа, все крутые чуваки. Сидой-сидой. Он вовт в тусух, сегодня безумный. Спит, горят, как будто безумный. Из словах ты просто рискуешь, не могу будешь, я допустую. Эта детка, как Рианна, она хочет, меня знаю. Я, девочина, я не бедна, она не играет. Нет, исполни желание, потанцуй на мне как надо. Не нужен чек, не увидишь меня завтра. Не нужен чек. Ты почти ничего не поняла, в принципе, да? Я почти ничего не поняла. Вопрос мучает, почему тайная комната? Очень много вопросов у меня. У каждого из чуваков был по комнате? У каждого из каких чуваков? Вот, Дракхилл был в комнате. Рокет должен был быть в комнате, это не получилось. Почему? Ну, там проблемы у них какие-то возникли. Слишком долго снимали куплеты. Ну, почему тайная эта комната? Ну, там Дракхилл говорил, я уже забыл. Вот, видишь, ты даже забыл. Мне очень нравятся вот эти кадры, когда Рокет поет. Вот эти вот зуммирования такие. Нет, кадры красивые. Прикольно, да? Я говорю, что мне нравится, ну, как бы, клипы смотреть. А, давай. Это Марко. Это я знаю. Вот это я выучила. Типа, я ее включил. И Рокет, погоди. Вот у нее тоже комната, но у нее типа наркопритон. Детка, потише ходи, тут на цыпочках. Лицо в песок, когда я палюсь, не петлю. Эта игра не закончится выстрелом. Манебек соло, и как тебе спать? Теперь я обернусь в этих змеях от VVS. Мои слова-то не будут, как Малиферс. Мажет на уши мой голос. Время настало, кондитера, холо, холо. В этом кануне на злое. Вы просто слушайте голос. Мне не зазорно признать, что я глупый сегодня. Ого. Что он сказал? Что он гомо сегодня. Мне не стыдно признаться. Правильно? Нет? Нет, я думаю, глупый. Подожди. Может, мы что-то не знаем о Марко. Вот, не зазорно, что я глупый сегодня. О май гад, мама. Ну, я уже не знаю, что ожидать, знаешь ли, от вас. Растопи мою глыбу, я айс. Я лёд. Да. Пусть две цветы, я скурил их за раз. Знаю, ты хочешь огня. Знаю, сейчас не намерена спать. Я крючу кост на полёт. Бэйби, хватайся за шанс. Сука, хватай в урту. Раз. Видишь, все друзья ушли, потому что эти чуваки отказались от такой компании, где постоянно наркотики. Они остались четвером, чтобы делать хорошие музыки. Как я рада за них, а? Вот как я за них рада. Но у них такой вид, как будто они проиграли в игру, видишь, на джойте. Все расстроились. Друзья, тут мне кажется, что каждый придумает. Ой, мне понравился вот Экзит. Круто, да? Да. Это альбом Лил Дракхилёнка. Вот это вот круто. Так вот, можно додумать всё, что угодно, понимаешь? Ты так подумала, я вообще по-другому, может, подумала. Мне непонятно, что они всё-таки остались... Да, никто этого не понял, кстати. Это они с вами объяснили. Этого вообще никто не понял. Вот. Видишь? Под текстом-то тоже... Да, можно, можно немножко вот эти все делишки. Окей, ребятки. Всё, на этом у нас. Слушайте грамотную музычку. Качайте и раскачивайте. Как там? Фиг-фиг показывай. Субтитры сделал DimaTorzok